На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Почему Господь, спрашивают нас, одним дает больше хороших душевных качеств, чем другим? Почему у всех разные стартовые позиции? Ну, а почему бы и нет? Почему мы все должны быть одинаковыми? Почему у всех у нас должны быть одинаковые стартовые позиции? Мир сложен, мир красив в своем многообразии, в своей разности, в своей неодинаковости. Каждый из нас обладает своим набором телесных, душевных и духовных качеств исходных, которые мы призваны творчески и во славу Божию реализовывать и развивать, а с теми негативными сторонами своей собственной природы и личности мы призваны что-то делать, что-то преодолевать, чем-то бороться, а что-то и просто отсекать. Это нормально и естественно, утешительно для нас. Это то, что Господь спросит с нас за то, что нам было дано. Об этом прямо в Евангелии сказано. Кого больше дано, с того больше спросится. Поэтому кому дано больше, тот больше любит. Кому дано меньше, тот и любит меньше. Это тоже говорит прямо Господь. Поэтому, в общем, не надо думать, что Господь что-то нам не додал. Если мы не верим в бессмертную жизнь, в воскресение мертвых и в Царствие Божие, да, это очень грустный факт, что кто-то эту жизнь проживет одним образом, а я, например, совсем другим, и я могу завидовать другому человеку, что вот у него есть что-то такое, чего нет в моей жизни. А если я верю в посмертное воздаяние, в Царствие Божие, в жизнь вечную, то я понимаю, что Господь утрет, во-первых, всякую слезу, пролитую здесь, и, во-вторых, воздаст каждому за то, чего и как ему было дано. Об этом прекрасно повествует нам притча о талантах. Одному было дано 10 талантов, другому 5, иному 1, или в другом варианте 5, 3 и 1. И спрошено было с того, кому было дано, например, 3 таланта, не так, как с того, с кому было дано 5. И тому было сказано, молодец, добрый слуга и раб, войди в радость Господа твоего, хотя первый принес плодов на 5 талантов, а второй всего на 3. И только с того единственного, кто не принес плода, хотя ему и дано было меньше тот самый один талант, он и одного-то не смог принести, ему адресовались обличающие слова Господа, «Не надлежало ли тебе отдать мое серебро торжняком, чтобы я получил данные тебе с избытком?» Раб лукавый и ленивый, вот так называет его Господь. Поэтому каждому по силе, из каждого по тоже силе будет спрошено, поэтому я не вижу вообще никаких здесь, никакой здесь несправедливости. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok